Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Зазеппо. В общем, решил записать такой небольшой гайдик. Повалли хаймер-эдиттер. Конечно же, в сети их очень много, но я так запишу. Может, кому-нибудь что-то новое узнает. Кто-то начинающий, какой модмейтер, просто заинтересовался. Или просто наткнулся первым на моё видео. Ну, расскажу сразу, у чего всё это состоит. То есть, у меня здесь такая небольшая сцена есть, и я покажу, как её создать. То есть, что в первую очередь надо? Нужно создать вот такого чувака. Это делается просто. Нажимается на, не знаю, вот эту штуковину. Здесь выбирается инфоплеер-террорист. Для чего это делается в первую очередь? Для того, чтобы, можно сказать, по его масштабу, собственно говоря, строить стенки. То есть, это нужно сделать в первую очередь. Нажимаем. И, собственно говоря, вот сюда. И Create Object. Для того, чтобы ворочить нашу камеру, чтобы видеть объекты, достаточно просто нажать на эту камеру. И, ну, зажатой левой кнопкой мыши и кнопкой VSM можно перемещаться. То есть, ничего тут сложного такого нет. Ага. Сразу ещё хотел бы оговориться. Для того, чтобы была вот такая вот мелкая сетка, это всё настраивается вот здесь, там где плюсик и минусик. То есть, под файлом 3D плюсик и минусик. Короче, видите, создаётся вот такая вот разметка поля. Для чего это поле нужно? Для того, чтобы можно было создавать стены, ну, нормального масштаба. Второе, что нужно сделать, это... Ну, давайте начнём с пола. Некоторые делают там сразу большой браш. Но мне, честно говоря, так не очень нравится работать. Я делаю всё постепенно и получается красиво. То есть, ну, давайте сделаем пол. Он у нас будет деревянный. Так, то есть, пишем wood. Сразу находит текстуру wood. Ну, давайте вот эту самую первую, да. Какой нам масштаб нужен? Давайте вот такую вот комнату сделаем. Ну, и сразу можно подредактировать её. Вот такой вот у нас пол будет. Второе, что нам нужно, это создать стены. Давайте, пускай это будет wallpaper. Ну, обои, то есть wallpaper. Wallpaper. Вот так вот. Ну, и создаём, собственно говоря, стены. Для того, чтобы они получились ровными, ну, подгоняем, собственно говоря, чтобы один браш не залезал, то есть, на другой. И чтобы он нормально был по масштабу. То есть, ну, давайте вот такие. Пускай у нас будут высоты стены. Стена, да. То есть, обычно это как комнатуха. Всё. То есть, мы создали. Для того, чтобы текстура лежала нормально, то есть, ну, как она должна лежать, просто нажимаем вот сюда вот на текстуру, вот на этот вот квадратик, короче, зелёный, синий, с оранжевым. И нажимаем кнопочку fit. Нет, подождите, сначала, то есть, надо выделить, чтобы оно подсветилось красным. И потом уже нажать fit. То есть, видим, сразу оно подогнало, и всё красивенько, короче, встало. Можно скопировать эту стенку и вставить сюда на Ctrl-C, Ctrl-V. Я думаю, многие из вас с этими клавишами знакомы, так что, в принципе, они универсальны везде. Можно, в принципе, создать ещё один такой же brush. Так, я его немножко криво поставил. Это минус Ctrl-C, Ctrl-V в этой программе. То есть, надо подгонять в любом случае всё равно. И ставим ещё один, короче, такой же. Create object. Куда я его поставил? А, с этой стороны. Но опять же, придётся сжать кнопочку fit, чтобы оно подровнялось. Ну, и, собственно говоря, ну, давайте уже создадим, не поленимся. Вот так вот. Ну, вроде ровно стоит. Create object. Fit. Вот такая вот комотуха у нас получилась. Для того, чтобы всё это заработало, естественно, нужно поставить потолок. Потому что, если вы создаёте карту и появляется пустое пространство, то... Ну, это... Не очень хорошо. На самом деле. Давайте выберем какую-нибудь другую текстуру от потолок. Ну, не знаю. Давайте что-нибудь... Какое у нас? Ну, опять же, wallpaper. Ну, пускай вот такие обои будут сверху на потолке. Беленькие. Так. Смотрите, чтобы оно везде тут было. Полностью по окружности. Здесь проверяете. Чтобы всё ровненько получилось и красивенько. Fit. И посмотрим. Ну, вроде выглядит достойно, да? Такие прикольные обои. Хорошо. Первую, так сказать, комнату, ящик мы создали. Вы можете любых масштабов, в принципе, её делать. Ну, это так, знаете, у меня обучающие. Так. Что нам нужно? Нам, скорее всего, нужно создать ещё одну такую комнату и создадим проём между ними. То есть, выделяем... Ну, то есть, как? Мы нажимаем на один из брашей, зажимаем Ctrl и, собственно говоря, выделяем все по окружности, которые нам нужны браши. Вот этот, вот этот. Ну, и вот этот. Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V, куда мы вставим? Лучше вставлять Ctrl-V на решётчатое, а не на просмотре. А, кстати, если у вас как-то по-другому отображается всё вот это, то есть... Это вот здесь на камеры нажимаете, то есть, можно вот так сделать, можно вот так сделать. Ну, для того, чтобы нормально, как у меня, 3D-текстурат, нажимаете, и всё у вас будет тип-топ. Раньше я сам это когда-то не знал, ну, когда сам был начинающий, более-менее. Да, я, в принципе, и сейчас много чего не знаю. И, по крайней мере, такую более-менее достойную карту построить могу. То есть, так, давайте разместим их, конечно, немного подальше, так, друг от друга. И создадим потом тоннели. Ну, вот, примерно что-то вроде этого, да. Получается, ещё одна комнатуха, только в ней будут уже... Не знаю, пускай будут сидеть контр-террористы. Для того, чтобы создать нормальный проём. Конечно же, можно создать наподобие этого браша, так сказать... Ну, то есть, его уменьшить, там сделать ещё одну комнатуху, которая ведёт к этой комнатухе. Ну, соединить. Фантазии тут, в принципе, я думаю, должно хватить у каждого. Собственно говоря, так нам и придётся сделать. Но мы сделаем немного иначе. Для того, чтобы выделить какую-то текстуру, которую нам нужно, просто берёте, нажимаете на кнопочку вот этой текстуры, и левой клавишей мыши нажимаем по той, которой нам нужно. Всё, готово. В принципе, мы её взяли. И делаем проём. Проём делается простенько. То есть, сначала пол. Пол мы подгоняем. Так вот, у нас тут пол будет. И сделаем... Собственно говоря, сюда пол, который будет ввести. Ошибочка. Хотел сразу два создать. В принципе, вот так вот. Ну и вот так вот. Здесь тоже подгоняем. Блин. Так вот. Что-то далеко он взялся, конечно же. Всё, готово. Пол мы здесь создали. Создадим теперь и стены. Так, а как мы их будем создавать? В принципе, вот так же будем мы создавать. Конечно же, немного, по-моему, узкий проход вышел. Нет, давайте ниже. Покажу вам ещё одну фишку хорошую. Да, пускай вот такие у нас стены будут. Здесь создадим стеночку. Так, ну вот эта стена, судя по тому, что нам показывается, она должна быть длиннее. То есть, она должна вот до сюда доходить. Ну, create object. Он сразу уже нормально ставится, как видим. Создаём здесь стеночку. Спускаем её до нужного масштаба. Вот так вот всё простенько. Лёденько. Смотрим. Ну, вроде одинакового масштаба. Ну и здесь. Почему мы здесь без стенок, что ли, оставим? Нет, так не получится. Вот так вот делаем всё это дело. Create object. Подгоним тексту, а то она у нас нам видите криво наложилась. Ну, не без этого. Ага. Надо её опустить. Опустил этот момент. Вот сейчас я опустил вот в этом окошке. Всё. Готово. Теперь нам нужен потолок. Ну, сейчас... Ой. Что-то мне мышка завлагала, походу. Так. Что-то берём, подгоняем. Вот так. Ровненько делаем. Ну и здесь, чтобы оно было по одному брашу, то есть толщиной по нашему масштабу, так сказать. Фид. Где он там? Здесь. Подгоняем. Пилеет object. Ну и здесь. Так. Ну, вроде как везде всё ровно. А. Для того, чтобы текстуры одинаково равномерно лежали, надо нажать на той, которую нам надо. И... Так, нет. На той. И потом правой клавишей мыши вот на этой. То есть они подгонятся под одну, как единое целое. Какие-то она растянутая. Давайте научимся сразу редактировать. То есть... Нет. Не вот эти. Так. Вспомнить бы, где она там. Вот это, короче, масштаб. Текстура. Ага, что-то я переборщил слишком. Хотел просто... Вот так вот нормально, по-моему, будет, да? 610. Всё, нормально. Хотя бы оно не такое растянутое, да? Опять же, делаем вот так. Здесь накладываем... Для клавишей мыши по нашей основной и по вот этой. То есть оно получается равномерным. Для того, чтобы у нас здесь не было стенки, проделываем вот такие действия. То есть видим, где у нас здесь вот стенка, да? Создаём здесь банальный браш. То есть он должен находиться у нас в проёме. Ни выше, ни ниже. Нажимаем «Clayed Object». Нажимаем наш сам браш. Нажимаем «Carve». И, собственно говоря, удаляем его. «Delete». Получается вот такая вот дыхка в стене. Собственно говоря, проделываем с другой стороны всё то же самое. Так. Да, оно там ровно вроде встало. «Clayed Object». «Carve». Ну и «Delete». Всё. Проём готов. Вот так вот всё и получается. Для того, чтобы разместить, собственно говоря, нашего контр-террориста, нажимаем на эту клавишу. И здесь, там, где инфоплеер «Террорист». Можете сами найти инфоплеер «Контр-террориста». Можете просто вот так вот стереть. Ну и написать «Контр-террориста». Он тут выдаст. Так. В принципе, готово. Вы можете редактировать их вне положения, то есть нажимая вот на эти. И вот, ну, к игрушке я не ворочу. Да. В принципе, может, конечно, попытаться расширить, но не думаю, что он там расширится. «Контр-террориста». «Контр-террориста». Всё. «Хай» здесь стоит. Для того, чтобы... Угу. Давайте поработаем по поводу освещения. Освещение. Так. Давайте сделаем вот так. Убираем опять наши это браши. И, короче, ищем... Если это закрытая карта, конечно же, «Light». Пишем «Light». Тут есть разные цвета, то есть они под разные обстановки. То есть динамик может там будет моргать, свет. Этот просто гореть будет. Но опять же, всё-таки настраиваться. Я сейчас не буду возникать в эти, так сказать, дебри. Разместим здесь лампочку. Где-нибудь вот здесь лампочку разместим. Здесь вот. Давайте опустим их. Красиво, чтобы было. Здесь вот лампочку нормально поставим. Угу. Ну и где, где у нас тут с этого края? Ну, давайте с этого уже поставим. В целом, вот здесь вот, да? Подгоним их, чтобы они... В краю. Конечно, это не обязательно. Ну, знаете, как... Так, перфекциониста, это, по-моему, важно, да? Конечно, мы узкий проход создали. Тут будет такое месила, что... Что не очень хорошо. Ну, в общем-то, для простой карты, я думаю, хватит. Если вы хотите чему-то научиться, то хотя бы попробуйте сначала за мной повторить, а, в принципе, остальное, так сказать, оставляем все на вашу фантазию. Если вы хотите создать, допустим, кактус с открытым небом, кактус с открытым небом, давайте я это все-таки расскажу в следующем уроке, да? Там мы и создадим ее. Для того, чтобы закончить, так сказать, наш процесс, и можно было проверить, поиграть уже на нашей карте, делаем Save As, то есть у меня есть карты, есть уже мои, там, Office 2 пытался создавать призом, но это ладно, неважно, конечно, могу показать вам потом. Называем ее Test 1, допустим, да? Test 1, все, она сохранена. Нажимаем F9, F9, и, ну, окей, то есть, смотрите. Можно вот эту галочку, в принципе, убрать, она будет компилироваться, и потом закончить свою компиляцию, и, короче, она будет зайти в игру и прописать команду. Вот так вот. F9, ждем, пока она закомпилируется. У меня теперь такая карта, она быстро, так. Ну, у меня была выбрана команда, то есть нужно пристать ей to close, то есть любую клавишу нажимаем. Так. Ну и запускаем Contrast, Counter-Strike. Да, сзна, у меня там много всякого. На рабочем столе. Так, я, кстати, не знаю, запишется ли она у меня. Там, походу, не подключен Contrast-Strike в ОБСе самом. Сейчас проверим. Сейчас проверим ОБС. Сейчас проверим. Угу, так. Удаляем. Добавляем. Сейчас. Так, Counter-Strike в ОБСе. Извиняюсь. Ну-ка. Да, есть показ. Короче. Нажимаем клавишу Tilda. Она находится чуть выше Tab'а и левее единицы под Escape'ом. Ну, там такая YO клавиша, да. То есть открывается командная строка. Если у вас она не открывается, доходим в настройки. По-моему, это контроллер. Нет, не контроллер, в настройки клавиатура мышь. Сейчас, вспомню, где это Tilda еще находится. Так, так, так. Ну вот, собственно говоря, открыть-закрыть консоль. Здесь вы можете назначить любую клавишу, которая вам удобна. Тильда, тильда, тильда. Параметры R может. Вот. Да, параметры R заходите. И включить консоль разработчика. То есть да, нет. Нажимаем да. И, собственно говоря, нажимаем тильду и пишем. Мап, пробелы и название нашей карты. То есть у нас, как-то называется, тест 1. Нажимаем отправить там. Или можно просто интер нажать. То есть, ну, выбираем любую, в принципе, команду. Ай, блин, я не прописал, не поставил. Короче, ребята, забыл сказать. Нужно обязательно ставить... Так, рабочий стол. Переключимся. Так. InfoPlayer Start. Там где объект пишем. Info Slash подчеркивание. То есть нижнее. Player Player Start. Вот такого зеленого чувака нужно вставить. Похожего на Гордона Фримена. Ну, собственно говоря, еще раз сохраняем. Еще раз компилируем. Все. Заходим в игру. Так, я не включил. Так, так, так. Вон так, strike. Вот так вот. Опять прописываем мап. Тест. Тест 1. Отправить. Ну, и сейчас смотрим. Все должно работать. Продолжить. Не знаю, что-то оно тупит. Может, как-то потому что маленькое или что. Не знаю, у меня какие-то в последнее время глюки начались. Я думаю, у вас должно быть все нормально. Так. Рабочий стол. Я, в принципе, знаю, как это все можно подправить. Инфоплеер террорист. Нужно просто, наверное, больше... Больше, так сказать... Их наставить. То есть должно быть в команде там 5 штук, в принципе. И террористов давайте побольше поставим. Я надеюсь, что заработает. Я в этом даже более чем уверен. Потому что... Ну, не бывает на свете так. Террорист. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, 5 чуваков, да. Файл опять save. Опять компилируем. Ошибок, в принципе, не выдает никаких. Так что все должно работать нормально. Так, переключаемся опять на Counter-Strike наш. Так. Map. Тест 1. Отправить. Ну же. Все. Нормально. Так. Если оно так перезапускается, это значит, что оно продумывает движение ботов. В принципе, перед каждой загрузкой оно что-то продумывает. Ну, вот, видим, у нас команда есть. Да. Для них это слишком сложная карта. Это нужно все отдельно продумывать. Могут, чтобы они до сюда дошли. До сюда, потом до сюда. То есть, ну, начни стрелять, они с тобой пойдут. Естественно, пока разминка не будет здесь справиться. Вот так. Нужно будет создать еще зону закупки. Моих зарезал. В принципе, нормально. Первого урока, я думаю, хватит для такой карты. Ну, а с вами был Зазепа. Поставьте лайк, подписку и ждите следующего урока. В принципе, я думаю, мы вместе с вами запишем такую, сделаем нормальную карту. Ну, и все у нас будет. Чики-пути. Ладно, всем пока. Продолжение следует...